Нам понадобится 200 граммов свиной вырезки, 100 граммов кинзы, немного лука и имбиря, а также куриное яйцо, крахмал и куриный бульон. Нарежьте кинзу кусочками, а лук и имбирь соломкой. Затем проделайте то же самое с вырезкой. После этого ее нужно приправить, добавить крахмал и перемешать. Затем вырезку нужно обжарить до смены цвета. После чего обжарить лук и имбирь до появления аромата и налить куриный бульон. Затем добавить соль и усилитель вкуса. Далее остается лишь выложить вырезку и продолжить жарить. Добавить кинзу. Перевернуть несколько раз и можно выкладывать. Шандунская кухня является одной из восьми традиционных кулинарных школ Китая. Ввиду того, что Шандун расположена в месте впадения Хуанхэ в море, главными ингредиентами блюд этой кулинарной школы являются морские и речные обитатели. Также в этой кухне принято добавлять в блюдо куриный бульон для вкуса. Причем бульоны бывают двух видов. Для придания вкуса и для приготовления супа. Сегодня мы узнаем с вами, как готовится этот суп. В кастрюлю наливаем большое количество воды. После того, как она закипит, выкладываем обычную и черную курицу. Свернувшуюся кровь вычерпиваем поварешкой и непрерывно поливаем куриц бульоном. Этот процесс должен продолжаться в течение примерно шести часов. И можно снимать с огня. Куриный бульон – это неотъемлемая часть дзинаньских блюд. Продолжение следует...